Всем привет! Сегодня я планирую выбраться в город, в общем, по делам. Если что-то поснимаю, вы увидите, конечно, в этом влоге, так что я отправляюсь в путь. Я снимаю первый раз на улице. Деревья у нас уже зелененькие, очень солнечно, хотя передавали дождь. Но, как видите, дождя нет, суперская погода. Я жалею даже, что куртку одела. Я как раз нахожусь возле садика. Такой небольшой у нас садик. Возле него у нас здесь много всего такого зеленого, ну, как возле всех учреждений, там, садики, школы. В общем, я не знаю, будет меня слышно или нет. Поздравьте меня с первым таким вот влогом уличным. Я, конечно, тут выбрала такое место, где... Слышите? Птички вообще заливаются, так классно. Я выбрала, конечно, такое место, где людей нет. Вот сейчас выхожу уже на такую вот местность, где люди у нас часто ходят. И, наверное, там снимать не буду. Извиняюсь, не знаю, будет трясти или нет. Кстати, я тут скупилась, ходила за покупками. Девчонки, я иду сейчас и ем вот такую вещь. Кто любит, скажите мне, я просто без ума от этих штук. Офигеть! Я купила две пачки таких. Круто! Не могла не показать эту красоту. Посмотрите. Просто супер! Все цветет. Все так красиво. Обалдеть! Еще запах, стою сейчас здесь и чувствую, как пахнет травкой. Ну и вот я уже дома. Поснимала я немножко на улице. В магазинах я ничего не снимала. Извиняюсь, я ем вот эту вещь. Очень мне они нравятся. Триндец просто. Не могу без них. Каждый раз, когда захожу в простор, в супермаркет, я всегда выхожу с двумя пачками, а то и больше. В общем, сходила я скупилась. Кстати, нашла один небольшой магазинчик с косметикой Rimmel. Rimmel El Corazon. Но не знаю, может быть это подделки. Цены я бы не сказала, что как у подделок. Но смотрела блески Rimmel El Corazon. И как-то мне показался такой дешевый запах у них. Не знаю. Может они у них просто давно лежат. Точно сказать не могу. Ну, в общем, нашла этот магазинчик. Долго там пробыла. Ничего я, конечно, не могла снять. Потому что у нас люди такие, как бы, не знаю. И я еще так стесняюсь. Может, когда я так раскрепощусь чуть больше, чем я есть. Как-то привыкну. Тогда, может быть, начну снимать в магазинах. Потому что очень много интересного хотелось бы вам показать. Но пока так. Снимала на улице. Тоже впечатления такие меня аж прям захлестывает. Потому что тоже немножко было стеснение такое. Немножко страшновато было. И на людей натыкалось внезапно. Поэтому тоже такой вот эйфория немножко у меня присутствует. Покупки я показывать не буду. Я купила там капусточку. В общем, редисочки килограмм. И белизну. В общем, из покупок у меня домашних это все. А косметические покупки я уже покажу в отдельном видео про покупки. Потому что то, что я купила, я еще не пробовала. Хотела показать вам тот горшок. Помните, я в прошлом влоге, по-моему, показывала. Здесь были у меня кактусы. Такие кругленькие. Я не нашла, к сожалению, ни картинку, ничего, ни названия. Они у меня сдохли. Я даже не заметила этого. В общем, как-то не принялись они у меня. Потому что я их пересаживала. И как-то они у меня сдохли. Вот этот кактус как-то давно был принесен мамой парня. Ей кто-то, по-моему, давал росточек. Мы его садили давно. И это уже детки. Я и на работу деток относила. И пораздавала уже. В общем, он плодится очень быстро. Это такой кактус, который можно отрезать. И с того места, где вы отрезали, еще три или две веточки вырастают. Ну, вот такие вот наподобие. В общем, такой прикольный кактус. Но нужно как-то его все время поливать. Хотя говорят, что и не нужно часто поливать кактусы. Но я заметила, чем чаще поливаешь этот кактус, тем больше он становится. И какой-то такой живой, зеленый. И если его не поливать, то он у меня чахнет. И, не знаю, либо реже просто поливать. Он все равно чахнет у меня. В общем, вот я его тоже пересадила в этот горшок. Он был в горшочке поменьше. Стоит у меня тоже тут возле компьютера. Я надеюсь, он тоже не сдохнет у меня. В общем, да, стоит теперь у меня он здесь. И радует меня. И да, сижу, монтирую еще один влог. Программа, к сожалению, тормозит. В общем, я не знаю, сколько я буду его монтировать. Там тоже куча покупок всяких была. Ну, таких для дома в основном, в принципе. Пользуюсь уже вот этим вот леббатором. Как-то зимой я им не пользовалась, потому что он слишком был твердый. И на губах он не таял как-то. Ну, холодно было. У нас даже в квартире холодно было. Поэтому я им не пользовалась. Не нравилось мне вот в холодный период им пользоваться. А вот сейчас как раз уже потеплело. И в квартире тоже тепло. Поэтому я им пользуюсь. Очень мне нравится. Вот сейчас намазалась. Такая довольная сижу. Девчонки, хотела поделиться вот такой красотой. Посмотрите, у меня на подоконнике расцвел цветочек. Бывает три штучки расцветают. Вот крем расцвелом. Вот такая красота. Девчонки, сейчас буду проводить ревизию. Полочки с морозилки. В общем, буду проводить ревизию. Что-то уже выброшу. Про то, что мы давно забыли. И буду также готовить, кушать. Вот такие вот котлетки уже готовые. Мы покупали. Вот новые какие-то тоже. Вот такие вот они. Я даже не знаю, из какого мяса они. Из чего. Здесь у меня фрукты замороженные. Это слива. И дальше там смородина. И буду варить пельмени, наверное. Либо вареники. Не знаю, еще не решила, что. Вот это сейчас я буду готовить своему парню. Я, конечно, навряд ли это буду есть. Ну вот, что у меня получилось. Какая красота. Класс. Возьму платежки. Пойду заплачу за коммунальные. За квартиру. В общем, держу я их в такой коробочке самодельной. Чтобы нигде ничего не потерялось. Так мне удобнее просто. Вот уже все заполнила. Я побегу. Потому что осталось у меня 20 минут до закрытия почты. Надеюсь, что успею. Вот такая вот пришла толстовка. В общем, размер М заказывали мы. По замерам нам подходил размер М. Как раз именно впритык. Померила по другой толстовке. Которую носит сейчас молодой человек. Она, в общем, похожа немножко на эту толстовку. Но размер, как бы, этой толстовки меньше оказывается. Может быть, это просто идет маломерка. Я точно не знаю. Вот эта ткань мне напоминает синтетику. Ужасную. В общем, в принципе, она приятна к телу. Но мне кажется, что это синтетика. Рукава здесь получаются такие вот подворот. Зашитый подворот. В виде резиночки сделан. Внизу тоже самое. Также сделано. Но резинки нет. Это именно просто как подворот идет. Внутри такой вот материал идет немножко, как утеплитель, что ли. Не знаю, как это назвать. Но оно получается такое вроде бы на ощупь ворсистое немножко. Вроде бы как, знаете, как носочки бывают такие продают. Но это такая вот ткань немножко синтетическая. Не немножко, а она, наверное, синтетическая и есть. Вот здесь молния. Торчат нитки по молнии. Вот именно на вот этих вот пуговках. Капюшон здесь расстегивается. Он идет такой вот ворсистая ткань у него. Маленького размера, я считаю, как для мужчины. Карманы здесь очень маленькие. Вот, получается, моя рука влезла в карман. Зачем они сделали здесь, я не знаю, эти карманы. В общем, сзади простая, обычная. Не знаю, придет молодой человек, померяет ее. Там у них на Укра есть много подобных толстовок. Таких же. Если не найду эту, то подобную ставлю. Покупали мы ее за почти 100 гривен. Так что, в принципе, недорого. Но я считаю, за вот такую вот тряпочку я бы 100 гривен не отдала, если честно. Кстати, рюкзак ему не понравился, потому что нам прислали не тот. И штаны нам тоже не подошли. Так что мы их отдали другому человеку. Больше не хочу связываться с Аукро. Ну, может быть, когда-то. Я хотела, кстати, и для себя там кое-что заказать. И куртку, и кофты. Но как-то вот, честно, мне легче вот пойти купить. Пусть даже будет дороже, чем здесь. Как-то не хочется мне эти тряпки покупать. Не знаю, не радуют они меня, честно. Если вы стремитесь заказать что-то, то прежде чем заказывать, посмотрите кучу видео на YouTube. Чтобы посмотреть, какие вещи приходят. Потому что на Аукро все вещи с китайских сайтов. Те же, даже с чинсайт. И те же дресслинк, сами дресс. Еще какие есть, вот наподобие дресслинка. Ну, вот и все, что я вам сегодня хотела показать. Надеюсь, вам этот влог понравился. И всем спасибо за внимание. До новых видео. Пока-пока.